Телесериал Солдаты пользовался большой популярностью у зрителей. Всего было отснято и показано 17 сезонов этого сериала. Плюс ко всему вышло несколько спин-оффов, действия в которых происходят параллельно сюжету телесериала Солдаты. В этом видео я хочу рассказать вам о 14 актерах сериала Солдаты, которые ушли из жизни молодыми, не дожив до 50 лет. В первом сезоне снялся актер Никита Емшанов. Он сыграл небольшую роль бывшего парня Маши. Актер умер прямо в свой 28 день рождения, 17 августа 2011 года. Причиной смерти стало ДТП. Никита Емшанов сыграл в кино более 60 ролей, а зрителям был хорошо знаком по работе в сериале Десантура. Дмитрий Персин сыграл эпизодическую роль полковника в институте, где Соколов сдавал экзамены за шматко. Актер ушел из жизни 26 декабря 2009 года. Причиной его смерти стало рак. Дмитрию Персину было 46 лет. В кино он снимался часто. В фильмографии актера 66 работ. Чаще всего он играл небольшие роли. Переводчика в спецсерии второго сезона сыграл Михаил Фатеев. 11 октября 2018 года актера не стало. Он свел счеты с жизнью. Михаилу Фатееву было 44 года. Он сыграл в кино 38 небольших ролей. А также с 2002 по 2018 год был актером театра Романа Виктюка. В этой же спецсерии проверяющего из НАТО сыграл Ибгох Чарльз Линдука. Он умер 7 декабря 2016 года в Москве. О причинах смерти актера ничего не известно. Ибгох Чарльз Линдука прожил 40 лет. Он снялся в 19 российских фильмах. Галлюцинацию Ходокова во второй части сыграл Владимир Тишинков. Шоумен умер 24 октября 2009 года. Причиной его смерти стало отравление. Владимиру Тишинкову было 49 лет. Он снимался в кино, а также участвовал в различных телешоу. Например, шоумен вел программу «Ты не поверишь». Проводницу в поезде, которая помогла Соколову Иву Кутагину, сыграла Ольга Прохватыла. Актриса ушла из жизни в результате оторвавшегося тромба 6 июня 2013 года. Ольге Прохватыла было 44 года. Она сыграла в кино более 80 ролей, а также снималась в рекламе и телепередачах. В четвертом сезоне «Контрактника» сыграл Максим Браматкин. Причиной смерти актера стал гипертонический Крис. Он умер 9 января 2021 года, спустя 4 дня после своего 41 дня рождения. В кино Максим Браматкин сыграл почти 70 ролей. В эпизоде 9 и 16 сезонов снялся продюсер всех частей сериала «Солдаты» Олег Осипов. Ему был 41 год. Кинорежиссер и продюсер покинул этот мир 4 сентября 2011 года. Причиной смерти стал кардиосклероз. Олег Осипов наиболее известен по работе над сериалами «Счастливы вместе», «Солдаты» и «Студенты». В сериале «Солдаты» 12 и 16 эпизодическую роль сыграл Дмитрий Гусев. 16 января 2021 года актер умер от сердечной недостаточности. Ему было 45 лет. Дмитрий Гусев сыграл в кино более 100 ролей. Чаще всего он снимался в небольших ролях в сериалах. В 14 сезоне «Бизнесмена» сыграл Анатолий Отраднов. Актеру было 29 лет. Он ушел из жизни из-за отравления. 30 января 2012 года. Анатолий Отраднов был известен благодаря российским сериалам, в которых он играл в основном отрицательных персонажей. Владимиру Турчинскому досталась роль прапорщика Борового в 15 части сериала «Солдаты». Он скончался 16 декабря 2009 года. Владимиру Турчинскому было 46 лет. Причиной смерти стал инфаркт. Владимир Турчинский был известен как спортсмен, актер, теле- и радиоведущий. Также в эпизоде 15 сезона снялся Дмитрий Дьяконов. Актера не стало 26 февраля 2009 года. Ему было 29 лет. Дмитрий Дьяконов умер от острой сердечной недостаточности. Более известен он стал посмертно, после выхода телесериала «Братаны», премьера которого состоялась в день похорон актера. Скрипача Семена Зеленцова из 17 части сериала сыграл Ростислав Гулбис. Сердце актера остановилось 29 июня 2021 года. Ему было 32 года. Причиной смерти Ростислава Гулбиса стало обострение панкреатита. У актера всю жизнь были проблемы с почками. Ростислав Гулбис известен благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», в котором он играл Олега Елисеева. В сериале «Солдаты 15. Снова в строю» старшего прапорщика сыграл Олег Семисынов. 30 апреля 2015 года актер скончался после продолжительной болезни. Ему было 48 лет. Олег Семисынов сыграл более 60 ролей в кино.